шаббат шалом добрый день сегодня я хочу прочитать проповедь израиль и последнее время сегодня 4 ноября 2023 год суббота дело в том что в истории израиля было много войн в основном на израиль нападали и мы это видим библии можно исследовать тонах ветхий завет и увидеть там достаточно много в плюс есть исторически это подтвержденные факты когда израиль воевал было такое да неоднократно но я повторяю что большую часть это на израиль нападали и это было не только до первого века нашей эры это было и в первом веке нашей эры когда евреи с римлянами была там война такая они проиграли евреи и очень жестоко наказали еврейский народ это было и уже в двадцатом веке были войны когда уже было государство израиля на него нападали другие страны это было 21 веке и сейчас тоже недавно началась война когда на израиль напал хамас это террористическая группировка которая находилась газе они очень давно готовились и напали напали очень много выпустили ракет тысячи ракет в первые два часа выпустили по израилю израиль конечно не был готов это было очень жестокое нападение но я не об этом хочу рассказать я хочу чтобы мы с вами сегодня проанализировали прочитали и проанализировали несколько мест писания которые возможно говорят именно об этом именно о тех событиях которые прямо сейчас наше время происходят и мы сегодня разберем несколько глав из ветхого завета это пророка захария три главы мы разберем и это несколько глав из книги откровения и она богослова то есть из нового завета из ветхого завета мы посмотрим именно те места которые могут говорить и могут совпадать с тем что сейчас происходит на сто процентов никто не один самый великий пророк вам не подтвердить что да это именно сказано о том что сейчас вот эта война идет когда не только газа напала и объявила войну израилю но и сейчас уже ливан в нем террористическая группировка хизбалла то же самое сейчас уже емин посылает ракеты на израиль смертоносные хотя емин находится от израиля в 1800 километрах достаточно далеко и это должны быть такие ракеты знаете серьезные и все это насколько я знаю все эти вот эти ракеты они изготовлены в россии и они переданы именно вот этим террористическим группировкам кроме того иран помогает очень сильно хамасовцам и другим поставляет беспилотники ракеты он тоже много ракет выпускает иран вот такая история и мы видим что я не хочу говорить весь ближний восток потому что в это не вовлечен египет но кстати вовлечена уже сирия из территории сирии тоже уже обстреливали израиль то есть достаточно много стран ближнего востока они уже вовлечены в эту войну поэтому можно сказать что это третья мировая война сто процентов если воюет больше чем две страны то есть одна с другой да и хотя бы одна страна присоединяется это уже считается мирового масштаба война вот такие дела ну давайте будем мы читать и размышлять я еще раз вам повторяю я ничего не буду утверждать на сто процентов только бог знает правда только бог знает истину только бог понимает к какому времени эти пророчества относятся или относились или же уже те времена прошли или же сейчас эти времена мы просто будем читать и размышлять и есть несколько комментариев достаточно известных людей такие как макдональд очень прекрасный исследователь библии библии у него очень интересные комментарии мы кое-что сегодня будем читать и так еще раз тема израиля последнее время и мы читаем захария двенадцатую главу пророческое слово господа об израиле господь распростерший небо основавший землю и образовавший дух человека внутри него говорит вот я сделаю иерусалим чаши и ступления для всех окрестных народов и также для иуды во время осады иерусалима и будет в тот день сделаю иерусалим тяжелым камнем для всех племен все которые будут поднимать его надорвут себя а соберутся против него все народы земли понимаете не один какой-то народ а все народы земли соберутся и будут осаждать иерусалим читаем дальше в тот день говорит господь я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием а на дом иудин отверзу очи мои всякого же коня у народов поражу слепотою и скажут князья иудины в сердцах своих сила моя жители иерусалима в господи саваофе боги их в тот день говорит господь я сделаю князей иудин их как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов и они истребят все окрестные народы справа и слева и снова населен будет иерусалим на своем месте в иерусалиме и спасет господь сначала шатры иуды чтобы величие дома давидова и величие жителей иерусалима не возносилось над иуды в тот день защищать будет господь жителей иерусалима господь будет защищать жителей иерусалима и самый слабый между ними в тот день будет как давид а дом давида будет как бог как ангел господин перед ними и будет в тот день я истреблю все народы нападающие на иерусалим а на дом давида и на жители иерусалима и залью дух благодати и умиление и они возряд на него которого пронзили и будут рыдать о нем как рыдают об единородном сыне и скорбеть как скорбят от первенце это речь об исусе христе вы понимаете да то есть они израильтяне они отвергали иисуса еще тогда и потом всю историю они отвергали и до сих пор они отвергают и и бог допускает все вот эти войны что все восстают на израиль но бог говорит что я истреблю все народы нападающие на иерусалим и они возряд на него которого пронзили то есть то ли это будет второе пришествие скорее всего они увидят его они и они тогда поверят они начнут себя бить в грудь и говорит боже что же мы натворили и будут рыдать как об единородном сыне и скорбеть как скорбят о первенце в тот день поднимется большой плач в иерусалиме как плач гадатримона долине мегидонской и будет рыдать земля каждое племя особо племя дома давидова особо и жены их особо племя дома нафанова особо и жены их особо племя дома ливина особо и жены их особо племя симеонова особо и жены их особо все остальные племена каждое племя особо и жены их особо сейчас толкование прочитаю этой главы первое иерусалим станет источником беспокойства для других народа в этом отрывке описывается, как в тот день перед вторым пришествием Христа языческие народы выступят против Иерусалима. Я думаю, здесь даже понятно, против Иерусалима, но имеется в виду весь Израиль. Вот то, что мы сейчас видим, это абсолютно совпадает. То есть мы видим, как уже много народов нападают на Израиль. Смотрите, Сирия, Йемен, Газа, Ливан. Уже как минимум четыре. Это как минимум. И сейчас уже Турция поднимает свою голову и призывает истребить Израиль. Не факт, что она будет как бы с военной точки зрения это делать, но она призывает объединиться всех мусульман и уничтожить Израиль. Это Турция, которая лояльная раньше была. Ну, Эрдоган это шлипший друг Владимира Владимировича, понимаете, одна шайка лейка. Читаем дальше комментарии. То есть языческие народы выступят против Иерусалима, читай, Израиля. Однако все, кто попытаются побеспокоить город, сами будут весьма побеспокоены. Они только навредят себе, взявши за такую непосильную задачу, не смогут поднять этот невероятно тяжелый камень. Второе. Господь уничтожит врагов Иудеи. Это четвертый стих. В тот день Бог поразит захватчиков, коней и всадников, безумием, вызовет в их сердце невероятную панику. Третий. Пятый стих, по пятому стиху двенадцатой главы. Иудеи признают, что лишь в Боге их сила. Находящиеся вне Иерусалима иудейские правители осознают своим сердцем, что жители города черпают силу только в Господе. Следующий пункт. Иудеи сокрушат своих врагов и одержат победу. Это с шестого по девятый стих. В тот день князья иудины будут подобны всепорожирающему огню, сжигающему все на своем пути. Сначала победу одержат обитатели иерусалимских окрестностей, шатров иуды, чтобы столица не превозносилась над близлежащими селениями. Затем вторгшиеся языческие народы потерпят поражение от жителей Иерусалима, так как город будет надежно защищен самим Господом. Следующий. Народ горько оплакивает свое отвержение Мессии. Это с 10 по 14 стихи. Народ громко восплачет, увидев Мессию, отверженного ими и отданного на распятие. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает о единородном сыне. Здесь примечательна фраза на него, то есть возряд на него. Речь может идти только об Иисусе Христе. Скорб о единородном сыне была для израильтян одним из самых трагичных в жизни моментов. И вот это что особо, повторение этого слова особо, которое означает отдельно, наедине, искреннее покаяние требует исповедания грехов лично Богу наедине. Далее 13 глава Захарии, мы здесь будем только два стиха изучать и читать. Я вам читаю эти стихи и потом читаю к ним комментарии. Итак, Захария 13 глава стихи 8 и 9. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавят серебро и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой. Комментарии к этому месту Писания, комментарии Макдональда. так как народ отверг Господа Иисуса, две части его будут истреблены в период великой скорби. Это то, что сейчас у нас великая скорбь. Но третья часть спасется. Этот остаток будет очищен, как переплавляют серебро и золото. Они признают, что Господь есть Бог, а Он признает их своим народом. То есть если верны предположения и толкования Макдональда, то в Израиле будет истреблена две части будут истреблены населения в период великой скорби. уже нет никаких сомнений, что сейчас великая скорбь. Сейчас поднимается волна антисемитизма во всех странах мира, не только мусульманских, а в цивилизованных демократических странах, таких как Германия, Франция, Америка, очень много палестинских, пропалестинских митингов. В Америке даже происходит страшное столкновение в университетах, когда мусульмане, ребята, они начинают устраивать демонстрации пикет и антиеврейские лозунги, а там в университетах много евреев тоже находится, и вот там они пытаются как-то совместные молитвы, как-то пытаются примириться, к согласию прийти. В общем, это, понимаете, это горе такого масштаба, что даже трудно себе представить. А какие я просто видела огромные, огромнейшие демонстрации, митинги в поддержку палестинцев в Европе, в Берлине, в других городах, во Франции, в Париже, там смотришь, там миллионы их, они же беженцы, они же куда хлынули, они туда и хлынули. И сейчас они начинают воду мутить, и они сейчас ставят звезды Давида желтого цвета на дома, где живут евреи. И реально есть опасность, что начнутся еврейские погромы и будут уничтожать евреев. Такое может быть. И сказано, но, но, смотрите, что сказано в Захарии, он немножко так, как бы, толкует, но не совсем никакой соправильного. В Писании в Захарии, 13 глава, 8 стих, сказано, что будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены и вымрут, а третья останется. Речь о всей земле идет. А в комментарии Макдональд говорит, что так как народ отверг Господа Иисуса, две части будут истреблены в период великой скорби, но третья часть спасется. Народ, какой народ? Ну, наверное, еврейский народ, израильский, потому что, ну, вот так написано здесь. у Захарии сказано, что вся земля, что останется только треть, и, кстати, в Откровении где-то тоже есть об этом. Окей, дальше, 14 глава Захарии, вот здесь много чего, слушайте внимательно, Захария, 14 глава, вот наступает день Господень и разделят награбленное у тебя среди тебя и соберут все народы на войну против Иерусалима. Это Бог говорит, между прочим, это не дьявол говорит и делает, это говорит Бог. 14 глава Захарии, второй стих, еще раз читаю вам, и соберут все народы, все, на войну против Иерусалима и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брами. То есть Бог допустит это, для чего я не знаю, почему я не знаю, у меня нет ответа на эти вопросы, но он это допустит, но после этого послушайте, что будет. И станут ноги его в тот день на горе Леонска. Это уже конкретно о пришествии Иисуса Христа, потому что об этом есть другие места в Писании, что когда придет Иисус, он спустится, его ноги станут на горе Леонска, и она разделится. Это вот мы читаем сейчас Захарий, который жил за полтысячелетия до рождения Иисуса Христа. И вот говорится, что ноги его, его с большой буквы, то есть Иисуса, станут в тот день на горе Леонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Леонская от востока к западу, весьма большую долину. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до осилов. И вы побежите, как бежали от землетрясения в одни озии царя Иудейского. И придет Господь Бог Мой, и все святые с ним. То есть Иисус, мы знаем, читаем, сколько мест в Писании, что он придет с ангелами. С огромным количеством, миллиарды будут ангелов, он не один спустится. Но здесь они названы святыми. Я не думаю, что какой-то человек с ним будет спускаться оттуда из рая, из Божьего царства. Я думаю, что это ангелы, так как и в других местах сказано, что он с онмом ангелов будет спускаться. Шестой стих. И будет в тот день, а вот дальше, слушайте внимательно, тут очень интересный момент. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться, день этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. вам это ничего не напоминает? Я когда читала, у меня знаете, такая ассоциация с тремя днями тьмы, потому что не только не будет вообще света ни днем, ни ночью, а тут сказано, что светило удаляться. Понимаете? То есть настолько будет мгла, настолько будет темно, что не будет луны, не видно будет, не солнце, не луны. Вот это очень похоже на три дня тьмы. Это Захария пишет за 500 лет до рождения Иисуса Христа. Читаем дальше. И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. Из Иерусалима потекут воды. Половина потечет к восточному морю, это мертвое море. Половина их к морю западному это средиземное море. Летом и зимой будет так. Я думаю, что речь идет именно о будущем. Не в то время, когда это написано, а вот возможно о том будущем, которое вот сейчас есть или будет даже скоро. И дальше сказано в 9 стихе И Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един и имя его едино. И поскольку говорят Господь будет царем над всей землей, понятное дело, что речь идет о пришествии Иисуса Христа втором пришествии и тысячелетнем царстве на земле. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Аномила до царских точил. И будут жить в нем имеется ввиду Иерусалим. И проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. Смотрите, но этому кое-что будет предшествовать очень тяжелое и плохое. То есть я еще раз напоминаю второй стих. Бог говорит, я соберу все народы на войну против Иерусалима и будет взят этот город, разграблен, обесчищены будут жены, половина города в плен пойдет, но остальной народ не будет истреблен. И выступит Господь и ополчится против этих народов. Знаете, мне это напоминает историю с вавилонским пленением, когда на протяжении нескольких лет царь Новаходоносора осаждал Иерусалим, и когда он наконец его осадил, он фактически почти все население увел в плен Вавилон, включая Даниила и его друзей, и поубивал много, естественно, при любой осаде, когда берут город, то всегда убивают очень много, достаточно много, но потом пришло время, через какое-то время, 70, больше лет, 100 лет, когда вот эта Вавилонская империя, она была разрушена до основания, то есть пришли те, кто победили ее, это медоперсы, и они разрушили ее, и они отпустили евреев домой назад, и они вернулись, и отстраивали храм, построили стену вокруг Иерусалима, восстановили ее, потому что очень важно было, чтобы город охраняла стена, так что я вижу здесь, видите, вначале Бог дал возможность врагу поразить тот же Иерусалим, а потом вступился за ним, вот у меня параллели с Анилонским царством, как после пророчества, которое Даниил перевел, был убит, скажем так, начальник этой Вавилонской империи, внук Новохлодоносора, и они разбиты были, этот город был разбит, разграблен, уничтожен, очень много погибло, и в конце концов, как бы Господь вступился за евреев, и их отпустили всех, там царь Кир персидский, вот Бог ему положил на сердце, он ему сказал, что я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и так далее, там очень интересное такое место, когда Бог использует абсолютно языческого царя Кира для того, чтобы отпустить евреев домой, всех, без всяких условий, хотя больше 70 лет уже прошло, как они там были, уже там семьи, внуки, и, кстати, вернулось всего 10% на самом деле, и более того, Бог положил ему на сердце обеспечить их всем необходимым деньгами, всем письмами в области, которые рядом там находятся, с повелением царя, и того, чтобы всем помогали они, чтобы они быстрее храм построили, который был разрушен, и стену отстроили, и так далее, Бог руководит как сердце царя в руке Господа, в Библии сказано, и куда он повернет, так и будет, имеется ввиду Бог. Так что понятное дело, за какие-то грехи это пришло все, за какие-то грехи, и возможно, если только представить на минуту, что речь идет о теперешнем времени, представляете, получается, что тогда Иерусалим будет взят, там ужасные вещи будут происходить, но потом Бог вступится. Я не думаю, что это у теперешнего времени, это или будет позже, но точно не сейчас, хотя бы потому, что сейчас израильская армия уже находится в Газии, и уже никто не может зайти и напасть на Иерусалим, никаким образом, все закрыто, перекрыто, абсолютно, единственное, могут там ракетные удары быть, и все, поэтому никто не обесчестит израильских женщин и иерусалимских женщин, но, что я хочу сказать, иногда Бог иносказательно выражается, понимаете, то есть вот тут, где сказано, что обесчищены будут жены, может быть, речь идет не в физическом плане, что они будут обесчищены, а в том плане, что погибнут их мужья, многие мужья вот на войне погибнут, сейчас призвали 300 тысяч, а пришло 400, никто не прячется, наоборот, приходят больше, им говорят, вы пока не нужны, записали координаты, вы пока дома побудьте, если вы нужны, будете, мы вас вызовем, мы вам сообщим, они все хотят защищать свою родину, они очень любят Израиль, израильтяне, вот, дальше, один из стих, и будут жить в нем, когда уже Бог защитит, все устроит, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно, скажите, аминь, и вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима, вот, теперь послушайте внимательно, и в комментариях то, что я прочитала, я просто, ну, ошарашена была, по-моему, это Макдональдс комментарий, он сказал, что это очень похоже на то, как люди выглядят и чувствуют себя после ядерного взрыва, вот, я вам прочитаю, не знаю, так это или нет, будет, не будет, но смотрите, но тут сказано, что Господь все народы поразит, которые воевали против Иерусалима, вот, какое будет поражение, и дальше перечисляются качества людей, что с ними, у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него и стают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него, и будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого и поднимется рука его на руку ближнего его, но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет также такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи. Вот это тоже очень меня удивило. Во-первых, меня удивило, что здесь сказано, те, которые выступали против Израиля, те, которые воевали с Израилем, они будут приходить из года в год, имеется ввиду Верусалим, для поклонения царю Господу Саваофу, то есть это наверное уже будет тысячелетнее правление Иисуса Христа, они будут приходить ему поклоняться и для празднования праздника Кущей. И дальше тут еще где-то будет написано, что это обязательно будет для всех народов. И кто не будет приходить в праздник Кущи и поклоняться Господу, у того не будет дождя. Бог закроет небо просто во всех этих странах. Представляете, сейчас вам это прочитаю. 17 стих и будет и будет если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет сюда, то и у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразил Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущи. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущи. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. И котлы в Доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа и будут приходить все приносящие жертву и брать и варить в них. И не будет более ни одного хананея в Доме Господа Саваофа в тот день. Я так понимаю, здесь описывается очень-очень скудно буквально в двух фразах правления Иисуса, тысячелетнее правление на земле, когда будет мир, конечно же, и те, кто раньше против Божьего народа выступали, против Израиля, но уже они будут в состоянии перемирия, не будет никаких воин, все будет нормально, я так думаю, что они будут побеждены Богом и смирятся, и скажут все-все-все-все-все-все-все, окей, мы даже гиер совершаем, переходим к иудейству, но я смеюсь, конечно, и здесь описано, что они обязаны будут именно в праздник Кущи приходить, почему, я не знаю, это последний осенний праздник, это последний праздник, который заключает годовой цикл праздников в Израиле, но есть один нюанс, я вам сейчас его выскажу, может быть, это и неправильно, но вот у меня такие мысли, смотрите, в этот праздник Кущи, вот сейчас, который был там сколько, чуть меньше месяца назад, как раз они напали, но поскольку Господь победит всех этих, все эти страны, которые напали, всех этих террористов, да, то и будет заключен мир на условия Господа и его народа, естественно, то приходить им, это просто, знаете, как вот, ну вот они думали, что они победят, а они, поражение у них, они не смогли уничтожить Израиль, не смогли еврейский народ уничтожить, и вот как бы им, знаете, вот, не знаю, объяснить, вот когда в Римской империи какой-то военачальник побеждал там воина, да, другие народы, там, вот воевал со своими солдатами, и они, когда побеждали, они брали этих военных в плен другого народа, они их заковывали там в цепи, и они по центральной улице Рима вели их, это как бы триумф был, триумф, победа, вот так выражалось, типа, ну, вот, такие они несчастные, там, да, пораженные, вот здесь нечто, мне кажется, подобное, если только это имеет место, может быть, я ошибаюсь, а может быть, я не ошибаюсь, то есть, они начали в Сукот, это непотребство, эту войну ужасную, кровавую, столько убили людей, причем ужасным образом, и в этот же Сукот они должны будут приходить на праздник к этим же евреям, которых они ненавидели, и приносить жертвы их Богу, еврейскому Богу, Господу Саваофу, и они должны будут варить, там очень-очень много, вот здесь сказано, что чаши, не чаши, а будут варить они жертвы и кушать, кушать, вспоминая и празднуя этот праздник, фактически праздник Победы, то есть, фактически праздник их поражения, ну, я это так понимаю, вот, теперь, это у нас был Ветхий Завет, если что-то у вас там где-то повернулось, да, вы себе пометочку сделаете, как вы считаете, относится это как-то к теперешнему времени, если да, то как, вообще, что вы думаете по этому поводу, хоть немножко там конспективно, там пару фразочек накидайте, а теперь мы переходим к разбору изучения мест в Писании в Новом Завете книга Откровения Иоанна Богослова 16 глава 16, потом будет 20 по 22 И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вода, сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил «Праведен ты Господи, который еси был и свят, потому что так судил, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника говорящего «Ей, Господи, Боже, Вседержитель, истинные и праведные суды Твои». Четвертый ангел вывел чашу свою на солнце, «И дано и дано было ему жечь людей огнем и жег людей сильный зной и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами и не вразумелись, чтобы воздать ему славу». Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вот здесь слушайте внимательно, шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Я здесь сделаю маленькую паузу и расскажу вам кое-что интересное. Вот эта река Ефрат она сейчас начинает высыхать. То есть вот это пророчество я думаю оно как раз туда относится. Тут говорится, что когда ангел шестой вылил чашу свою в великую реку Ефрат высохла в ней вода чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. То есть идет подготовка к Армагеддону к последней битве. И я вам говорю, что вы если наберете Ефрат там прочтете, что он обмелел, продолжает мелеть и скоро высохнет. Это знамение. Дальше читаем 13 стих. 15 стих. Иисус Иисус говорит. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гим, и чтобы не увидели самоты его. Ибо он, ангел, собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Армагеддон. Это 16 глава, 16 стих. Я вам читаю. Это очень интересно. Опять же, это Божий ангел собрал врагов Израиля и притащил их в место, которое называется Армагеддон. Теперь я прочитаю, что же такое Армагеддон. Еврейское название горы Мегиддо. Хар Мегиддо. Хар это гора. То есть это гора Мегиддо. Хар Мегиддо, но читают без Ха, они Ха не считают, а не Армагеддон, которая находится в 96 километрах к северу от Иерусалима. Сражение развернется на близлежащих равнинах. Наполеон назвал эту долину величайшим полем сражения, которое он когда-либо видел. Но сражение произойдет не только на равнине Мегиддо, оно развернется по всей Палестине. По всей Палестине. Это Макдональдзе, по-моему, колокование. Далее, 17 стих. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» И здесь вот такое толкование. Эта чаша будет завершающей чашей Божьего гнева. Кроме последнего суда над обращенными сатаном мятежниками в конце тысячелетия. И сразу после этого произойдет второе пришествие Христа. То есть если вот эти скобочки не читать, то когда вот это совершилось раздаться от престола громкий звук вот в тот момент произойдет второе пришествие Христа. Ну здесь так написано в комментариях. Эта чаша возвестит о самом ужасном бедствии в истории грешного мира. Читаем дальше с 18 стиха. И произошли молнии, громы и голоса. Сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий, речь идет об Иерусалиме, распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева ему. Читаю вам комментарий к и город великий распался на три части. Город великий это Иерусалим. Он распадется на три части. Но это будет не наказанием, а усовершенствованием. Дополнительные запасы воды и топографические изменения подготовят город занять центральное место в тысячелетнем царстве. Иерусалим единственный город, который избежит наказания и даже станет более красивым благодаря его раскаянию. Тут сказано, что города языческие пали. Тут такое толкование. В отношении остальных городов мира намерение Бога совсем иное. Они должны быть уничтожены. Так, дальше. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиной стал лант, пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма великая, весьма тяжкая. Ну представьте себе с величиной в талант. Талант 52 килограмма. золото, талант золота, это 52 килограмма. Вот такие градинки падали. Естественно, там многие погибли. Читаем дальше. 20 глава Откровения. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большой цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который из дьявола сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. То есть смотрите, тысячелетнее царство, царство не Иисуса Христа вместе с нами и со спасенными, оно будет в мире проходить, все будет хорошо, тихо, спокойно, счастливо, замечательно. Но когда тысяча лет будет заканчиваться или закончится, вот этого дьявола, сатану, его откроют на короткое время. И в этом естественно воля Божья и план Божий, чтобы уже уничтожить всю темноту всех, кто хотел уничтожить евреев, уничтожить Израиль и уничтожить с целью, чтобы Иисус не вернулся никогда. Вот. Значит, смотрите, когда кончится тысяча лет, после сего же ему должно быть освобожденным на малое время дьяволом. И увидел я престолы и сидящих на них, которым было дано судить, но это на небесах, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога. Значит, Гог и Магог это бесы, очень сильные военные бесы, очень злые, они очень большой властью обладают, у них там тысячи, там миллионы армии, в армии бесов. И вот эти Гог и Магог, эти бесы огромные, сильные, они благодаря своим армиям, они будут собирать народы на брань против Израиля. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Но речь, конечно, идет об Иерусалиме. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, в Вержин, в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Итак, смотрите, мы видим, что последнее действие дьявола перед его кончиной торжественной. Это он собрал благодаря нечистым духам, бесам, собрал армию огромнейшую, как песок морской. То есть там миллионы миллионы были людей и они все пришли к Иерусалиму. Ну вот знаете, как вкусная конфетка. Вот хочу, хочу, хочу обладать, хочу съесть. Не знаю, почему так всегда это притягивало, может потому, что там рядом гора Илеонская и дьявол знал, что туда должен прийти Иисус. И он понимал, что Иисус должен прийти к своим, то есть чтобы евреи были живые. И у него было, потому что он знал свою кончину. Если Иисус придет на землю, ему конец. Но если он каким-то образом дьявол может так сделать, что не останется ни одного еврея на земле, Иисусу некуда будет приходить, некому он будет приходить. Понимаете, он тогда не придет, и тогда дьявол будет и дальше править себе тихонечко или громко. Поэтому он думал, что все получится. Он собрал бесчисленное количество людей, они окружили Иерусалим многострадальный, и в этот момент не спал огонь с неба и пожрал их. Вы представляете всех в одну секунду вот как луч лазера на острове Даманский раз и одни скелеты остались. Все остальное сгорело, прожгло. в одну секунду. Вот понимаете, Бог ждал, Иисус ждал долго, тысячу лет, а дьявол он вынашивал планы, что вот он выйдет и соберет всех и уничтожит всех евреев, тогда Иисус не придет, тогда меня не бросит в озеро огня. Ха-ха-ха. Бог все его планы знал, естественно, заранее прочитывал все. Вот и конец прекрасный, я так люблю это стих десятый, а дьявол прельщавший их ввержен в озеро огненное серное, где звери лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Читаем дальше. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, это уже другая история, это уже небеса, это уже показывает престол Божий, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Речь идет о грешниках. Это так называемая вторая смерть. Праведники на этот суд не приходят. Им незачем, они праведники. Это речь идет, рассказывается всех грешников, что они приходят на суд. И там раскрыты книги. И каждый будет судим по написанному в этих книгах сообразно с делами своими. И сказано отдало море мертвых, бывших в нем. Имеется ввиду людей, которые когда-либо утонули, наверное включая Титаник. В общем все, которые в водах утонули, они тоже предстанут на суд. И сказано, что и смерть и ад отдали мертвых. В общем все грешники, которые в аду были, они тоже предстанут на суд. И по этим книгам будут смотреть и читать. Виновен и невиновен. Но это Бог будет решать. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Это уже после того, как и смерть и ад отдали своих мертвецов на суд. Бог и их тоже уничтожил. И смерть и ад. То есть уже ни смерти не будет ни ада. И грешников не будет. Все. Ну то есть они изолированы в плохом месте в озере огненное. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И последняя двадцать первая глава как апофеоз победа над дьяволом. Мы видим, что все эти главы, которые мы сегодня читали, они непосредственно касались Израиля. Израиль это центр. Иерусалим это пуп земли вообще по-настоящему. Кто знает, кто в теме, тот понимает, о чем я говорю. И Израиль ключевая фигура, ключевая страна в мире, во всем. Читаем двадцать первую главу. И увидел я, это говорит Иоанн, новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город и Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Вы сейчас такие откровения получите. Сидите там, держитесь за стульчик. Смотрите, во-первых, Бог сказал, я потрясу всю землю, и Он сказал, что земля вся сгорит, это все в Библии есть. И мы думаем, ну какой же Иерусалим, и что, но он сгорит, уже ничего не будет. А вот, Бог спустит Иерусалим, новый Иерусалим, это будет новый Иерусалим, и в него войдут все верующие в Иисуса Христа. И сказано, что вот говорят, вот, мы церковь, мы невеста Иисуса Христа, а Он жених, а мы невеста. Нет. Нет. Вот тут написано, кто невеста. Город Иерусалим, вот он невеста Иисуса. Город небесный Иерусалим, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Третий стих. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочи их, и смерти не будет уже. Не плачем, не воплем, не болезнень, уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, Се, творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось. Я есть альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою, это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, подойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Вот это, друзья, невеста Агнца, небесный святой Иерусалим. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы яспису крестово-видному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как ширина. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мира и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистым золотом, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, ну и так далее. это все. Не буду считать. 12 ворот, 12 жемчужин, и все ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стихло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Содержитель храм его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнца в книге жизни. И последняя 22 глава «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и агнца. Среди улицы его и по той и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и агнца будет в нем. Рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сие слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающие слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди Господи Иисусе благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. На этом я заканчиваю. Пусть Господь во всем благословит вас. Господь. Спасибо.